Привет, мои дорогие! Спасибо, что зашли на канал Девия.ру! Пасха уже не за горами, срочно нужен торт! Сегодня будем готовить очень вкусный торт с вишневым желе и очень вкусным кремом, маком и шоколадной глазурью. Одним словом, все, что нужно на праздничном столе. А видеорецепт предоставлен в таком формате, что этот торт сможет сделать даже те, кто никогда в своей жизни не делали торт. Приглашаю сделать этот торт вместе со мной и удивить своих близких. Я верю, что вами испеченный торт «Вишня в желе» дождется много комплиментов. Так как наш рецепт шаг за шагом, то и начнем с первого шага – слоя вишневого желе. Нам понадобится 800 граммов вишневого компота или консервированные вишни в сиропе. С вишни сливаем жидкость, но не выливаем, так как жидкость также будем использовать. У меня было 500 граммов вишни и 300 граммов жидкости. 12 штук или 20 граммов листочков желатина. Чуточка соли. И 4 столовые ложки сахара. Полный рецепт слоя желе, как всегда, по коду видео и в описании под видео. Включаем плиту. В кастрюлю наливаем жидкость от вишни, добавляем сахар и нагреваем до кипения. Теперь плиту выключаем и добавляем по одному листочку желатина. Все время помешивая, чтобы желатин хорошо растворился. Когда весь желатин растворили, добавляем вишню. Обязательно для вкусового баланса добавляем чуточку соли. Закрываем крышкой и оставляем остыть. Остывшую желе помещаем в холодильник. А пока желе остывает, мы делаем второй шаг. Это будет очень вкусный крем, который приготовить нам нужно 200 грамм сливочного масла. Его мы оставляем в тепле, чтобы он стал мягким. 6 яиц, а точнее 3 яйца и 3 желтки. 90 грамм сахара. 3 столовые ложки муки. 100 миллилитров молока. И пакетик ванильного сахара. Крем будем варить в сковороде с толстым дном. В сковородку кладем яйца, желтки. Добавляем сахар, ванильный сахар. И хорошо перемешиваем до однородной массы. Добавляем муку и снова перемешиваем, чтобы не осталось комочков. Добавляем молоко. Перемешиваем до однородной массы. И включаем плиту на средний огонь. Теперь крем будем все время помешивать. Лучше силиконной лопаткой или силиконной ложкой. Если таково не имеете, подойдет и деревянный или пластиковый, который не боится горячего. Крем начинает густеть. Плюту выключаем. Крем густеет очень быстро и все время хочет прилипнуть к сковороде. Но мы ему этого не разрешаем. Вот такой густой крем должен получиться. Крем оставляем остыть, а мы будем делать третий шаг. Это бисквит для торта. И нам понадобится 2 яйца, половина чайной ложки соли, 160 граммов сахара, 1 стакан сметаны, 70 граммов мака, 130 граммов муки и 1 пакетик разрыхлителя. Теперь включаем духовку и разогреваем до 160 градусов. Сначала взбиваем яйца с солью и постепенно добавляем сахар. Теперь надо взбить до однородной белой массы, объем которой увеличится где-то 4 раза. В взбитую яичную массу добавляем сметану, мак и хорошо перемешиваем. В муку добавляем разрыхлитель и, как всегда, пересеиваем. Все хорошо перемешиваем. Масса бисквита должна иметь консистенцию сметаны. Форму для торта обязательно стелю пергаментную бумагу. Моя форма диаметром 24 см. Чуточку намазываем пергамент и края формы сливочным маслом. И бисквитная масса отправляется в форму. И в разогретую до 160 градусов духовку на 35-40 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной шпажкой. Если втыкнули бисквит в шпажку и шпажка сухая, значит бисквит готовый. Готовый бисквит обязательно оставляем остыть. Бисквит остыл. По краям формы проводим ножом, чтобы бисквит отстал от формы. Вынимаем из формы бисквит и делим на две части. Теперь закончим делать крем. В сковороде приготовленный крем перетираем блендером и добавляем размягченное сливочное масло. Все хорошо перетираем до однородной массы. Теперь форму для торта, а также по краям формы кладем пергаментную бумагу и собираем торт. Вниз кладем одну часть бисквита. Наверх мажем крем. Крем разравниваем и нажимаем к краям формы, чтобы верхний желе слой не протекал вниз. Наше желе уже нет очень жидкое и имеет консистенцию киселя. Желе слой накрываем второй частью бисквита. Торт накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на сутки. После суток шагаем дальше. Четвертый шаг – это глазурь. И приготовить будем использовать 2 столовые ложки какао, 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки сметаны и 2 столовые ложки сливочного масла. Включаем плиту на средний огонь. В кастрюлю отправляется сливочное масло и сметану. Когда масло растопилось, добавляем сахар и перемешиваем. Сахар растопился, добавляем какао. Если какао приумножили и масса стала очень густой, ничего страшного, добавьте несколько столовых ложек молока. Все перемешиваем и нагреваем, пока глазурь не начнет густеть. Вот такой торт у нас сегодня получился. Вынимаем из формы. Заливаем глазурью. Можно только наверх или весь торт. Я украсила конфетами Рафаэлло и в супермаркете нашла черешню, которую промокнула в глазури и посыпала тертым белым шоколадом. А вот так выглядит торт в разрезе. Веселых приближающихся праздников. Канапе с беконом для праздничного стола уже на канале. Напишите в комментах, нужен ли вам такой видеоформат, которого я назвала шаг за шагом. Буду ждать ваших комментов, предложений и пальчиков вверх. Также приятно видеть новых подписчиков моего канала. А тем, которые уже давно подписались на мой канал, отдельная благодарность за поддержку. Нажав на колокольчик, не потеряйте понравившийся рецепт и получите уведомления про новых видео. А я буду вас ждать на своей кухне. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...